Доброго дня, всем добрым людям. На этом канале Марка Солонина «История». Мы продолжаем наш большой цикл бесед, посвященный истории советско-финляндских войн. В предыдущей беседе мы остановились на августе 1940 года, то есть мы находимся в этапе года перемирия. Каковой год начался 12 марта 1940 года и закончился утречком 25 июня 1941 года. А остановились мы на том, что кульминацией давления военного, политического, пропагандистского, кульминацией давления Советского Союза, естественно, на Финляндию был 7 августа, когда контролируемое из Москвы общество мира и дружбы с СССР мирно и дружно организовало массовые беспорядки с кровопролитием и многочисленными человеческими жертвами в крупном финском портовом городе Турку. Коментановские товарищи уже присылали финским подпольным коммунистам инструкции о том, что скоро финляндский народ будет такой же счастливый, каким уже счастливым месяц назад стал народ Эстонии, Латвии и Литвы. Однако вторжения не произошло. Сегодня мы попытаемся сформулировать некие гипотезы о том, почему оно всё так и происходило. В нашей сегодняшней беседе я буду вынужден нарушить добрую традицию. И вначале не смогу я, просто не смогу в коротких и внятных выражениях изложить содержание, общее содержание сегодняшней серии. У нас будет довольно странный разговор в виде неких цепочек событий, параллельно или перпендикулярно развивавшихся. Цепочка первая – это те события, которые были просто видны. Вот по такому критерию я их решил разделить. Вот то, что было просто видно. Всякому желающему, всякому, кто слушал ламповый радиоприёмник и читал газеты. Очень заметным, более чем заметным событием была отставка президента Финляндии Кальвилл. Видите вы этого достойнейшего человека перед собой. Во многих отношениях незаурядная личность. В частности, это первый и на сей момент единственный президент Финляндии, который не имел высшего образования. Это буквально крестьянин. Это крестьянин, кулак по-советски говоря, активный участник гражданской войны, разумеется, на стороне белых. Кальвилл стал именно тогда известен. Он был первым или одним из самых первых руководителей, скажем так, заметных фигур белого движения, который сразу же после завершения гражданской войны выступал. Там было его известное выступление в одной церкви. Призвал к проведению политики национального примирения, чтобы у нас больше не было ни белых, ни красных, а были только граждане Финляндии. В 1937 году стал он президентом, был президентом в период зимней войны, зима 1939-1940 года. А дальше происходит эпизод достойный триллера, но это реальная жизнь. А как президент он должен был подписать тот самый мирный договор от 12 марта 1940 года. Унизительный договор, по которому Финляндия отдавала в 5 раз больше территории, чем то, что Красная Армия смогла завоевать силы оружия. Он был человеком, несмотря на призывах к национальному примирению, он как раз-таки был сторонник самой жесткой линии по отношению к Советскому Союзу. Поэтому, подписывая этот договор, он сказал, лучше бы рука у меня отсохла, чем подписывать такой позорный договор. Наступил август месяц 1940 года, с ним случился инсульт, отнялась правая сторона тела, соответственно, и правая рука, которую он подписывал. Ну, несколько месяцев был исполняющий обязанности рюкзи, потом стало понятно, что вылечить это не удается, и он подал в отставку, и, соответственно, были назначены, назначены на декабрь новые выборы, выборы нового президента. Ну, что касается Каля, что завершится разговор, вот вы видите его на вокзале, он уже в отставке, он уже уезжает из Хельсинки к себе в загородный домик. Вот мужчина без шапки в усах, это он, рядом с ним высокий мужчина в белой шапке, это, естественно, Маннергейм. Эта фотография сделана за несколько секунд до того, как второй инсульт, он скоропостижно прямо вот там, вот на перроне вокзала и скончался. А так вот, 6 декабря, примерно за две недели до выборов, посла Финляндии в Москве, господина или даже товарища Пасеки, Пасеки был очень, очень добр к своим московским, у кого он находился, вызвали, Молотов вызвал Пасеки, Пасеки не сказал, что, конечно, выбор – это ваше дело. Однако, если вы изберете этого, 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 это был оглашен перечень, то мы будем считать, что это недружественный шаг, который говорит о том, что вы не собираетесь выполнять условия нашего мирного договора. Немного, не менее. Однако, на этот раз, на этот раз, те, кто внимательно слушал предыдущие, еще помнят, что в июле предъявили подобные требования по отставке Таннером, и тогда Фина согласились. Вот на этот раз они ни на что не согласились, выборы прошли так, как они должны проходить, и президентом был избан Рюти, тот самый Ристо Рюти, который был премьер-министром во время Зимней войны, и фамилия которого всегда входила в это вот название белогвардейская антинародная кромбавая клика Рюти Таннером. То есть, на этот раз давление оказалось неудачным. Далее закончился декабрь, и начался январь. А в январе все стало еще интереснее. В январе 41-го года Советский Союз, немного не менее, потребовал от Финляндии. Вопрос связан с никелем Петцамо. Петцамо сейчас называется Печенгом. Еще раз напоминаю, это крупнейшие в Европе никелевые рудники, вторыми или первыми ночевыми. Их два, Петцамо и российский Норильск. Собственно, это есть главный никель в Европе. Никель – это жиропрочная сталь, никель – это нержавеющая сталь, и как пояснили мне добрые люди в комментах, никель – это еще вот это вот. Телефонный аппарат, а там ручка такая крутится, полевой телефон, видели, возможно, в кино. И внутри каждого такого телефонного аппарата здоровенный трансформатор. А трансформатор наматывается на пермалоевом сердечнике. А пермалоев – это как раз металлический сплав, в котором в разных его вариантах бывает до 80% никеля. А таких телефончиков во время войны их делали сотнями тысяч. Поэтому никель – это суперважно. А никелевые рудники Петсамо, финские рудники, находились в концессии у английской, ну, правильно сказать, канадской, но тогда Канада была отчасти империей британской, канадской британской фирмы, которая там и разрабатывала, этот никель добывала. Москва в январе 1941 года потребовала от Финляндии расторгнуть конституционный договор. Вот так, взять и расторгнуть. Сделать новый, создать совместное советское российское предприятие, советское финляндское, извиняюсь, предприятие, в котором 50% акций будут принадлежать Советскому Союзу. Почему? Потому что мы так хотим. Фины сказали, мы так не работаем. Мы так не работаем. У нас конституционный договор есть с канадцами, все нормально, нас все устраивает, их все устраивает. После чего Советский Союз в одностороннем порядке денонсирует торговое соглашение, которое было до этого достигнуто, и, что практически важно, прекращает подставки зерна. А что значит прекращает подставки зерна? В Финляндии, и мы об этом еще будем говорить и дальше, Финляндия критически зависела от завоза зерна из-за рубежа. Ну, понятно, северная страна, юг Финляндии, это уже не больно-то растет пшеница, ну, а центральная северная Финляндия, это лесотундра. Страна была малочисленная, как мы выяснили, но все-таки уже в значительной степени городская и промышленная, и город надо было чем-то кормить. Своего зерна никогда не хватало, Финляндия всегда зерно экспортировала 40-50%. Началась война, мы уже находимся уже в 41-м году, но по Северному морю желающих плавать нет, там идет ожесточенная подводная и надводная война между Британией с одной стороны и германским флотом с другой стороны. Поэтому, собственно, источников зерна было ровно два. Можно было его посуху, посуху железной дорогой завести из Советского Союза или через Балтику, Ботнический залив из Германии. Других источников не было. Советский Союз просто прекратил поставки зерна и поставил Финляндию в более чем сложное положение. Одновременно с этим 18 января Москва отзывает своего посла из Хельсинки, ну а отзыв посла, как известно по мировой практике, это предпоследний шаг, предпоследний шаг перед уже объявлением войны. По крайней мере, товарищ господин Пасекеви а посол, который, значит, вернулся, после этого, естественно, тоже вернулся в Хельсинки, там у них была одна за другой цепочка совещаний, Пасекеви сказал, кавычки, открывается, Советский Союз не применит, не откажется, использует против нас силу, если проблема не будет решена. 23 января 1941 года в доме Маннергейма состоялось совещание узкого руководства страны в составе президента Рюти, премьер-министра Рангеля, начальника генштаба Хенрикса и самого Маннергейма. Маннергейм доложил им, что в соответствии с данными разведки происходит концентрация войск, развертывание советских войск в границе Финляндии и предложил объявить мобилизацию, по крайней мере, частичную мобилизацию. Это то, что было в 1941 году, а то, что пишут современные уже в 21 веке финские историки, за первую половину 1941 года финская пограничная охрана зарегистрировала 85 пролетов советских самолетов-разведчиков на территории Финляндии, только что они зарегистрировали на огромной территории отсутствия локатов. Возник некий конфликт в руководстве страны, по Секиве еще и не только он один, предлагали не дразнить медведя и согласиться и на это, после чего 10 февраля Маннергеем заявил, что если президент в стране официально, что если пойдут на уступки и отдадут ПЭД самому совету, Советскому Союзу, то он подает в отставку с поста главнокомандующего, в результате, конечно же, откатили, 20 февраля Парсикеве был уже официально отозван, и в результате с 20 февраля обе стороны находили состояние де-факто разорванных дипломатических отношений, с очень напряженной ситуацией на границах, однако ничего опять-таки не произошло. Не произошло. Март, февраль закончился, март, первая половина апреля, и тут ба-бах, и начинается дружба, начинается дружба, мир, жвачка. А в Хестнике Советский Союз присылает нового посла, и причем не того, что было раньше, там раньше был некий товарищ Зотов, который исполнял роль злого следователя, прислали очень доброго товарища Орлова. Товарищ Орлов везде ходил и рассказывал про дружбу, которая связывает нас веками, будет связывать еще тысячи лет вперед. Просто очаровал их, так очаровал, что даже сейчас современные уже финские историки пишут, что, кавычки открываются, с приездом нового посла Орлова открылся совершенно новый этап взаимопонимания. Далее, как вы помните, была же такая запасная Карелло-Финляндия, Карелло-Финская советская стилистическая республика в составе СССР. Там была радиостанция, которая вела непрерывные передачи подстрекательского характера на финском языке. Такое, она почему-то в середине апреля заткнулось, заткнулось, и передача на финском языке для Финляндии прекратила, что произвело сильное впечатление на коммунистов, те самые, помните, в прошлом нашей беседе, в которой отчеты писали после того, как перебежали через линию фронта. Далее, 14 мая в Москву возвращается Финский посол, разумеется, то же самое по Асекиве, 30 мая, 30 мая, то есть до завершения года перемирия остается 25 дней, 26 дней, 30 мая Сталин приглашает на прием по Асекиве и говорит ему дословно следующее, кавычки открываются, сделаю вам личную дружескую услугу, дам 20 тысяч тонн зерна, половину которого Финляндия получит немедленно. Ну, 20 миллионов, 20, извиняюсь, тысяч тонн зерна, это 5 килограмм на каждого жителя Финляндии, включая грудных младенцев, ну, на месяц, в принципе, может хватить. Не бог ведь, как много, но, в общем, безусловно, дружеский жест, и вот этот поток дружеских жест просто сыпался один за другим, как в кино. А, Ксюша! Пойди сюда, дочка. Здрасте, дядь Сидор. Не забежают? Нет, что вы? Сиротка. А я тебе гостинчик привез. Ой. Нравится? Очень. Носи на здоровье. Спасивочки с гостинницей. Ну, ступай, ступай. Никто не наведывался? Ни души. Сама никуда не отлучалась? Ни-ни. Чего случится, шкуру с тебя спущу. И вот эта дружба, эти подарочки так и сыпались из Москвы вплоть до утра 25 июня 41-го года, когда без объявления войны, без предъявления каких-либо претензий, без предварительного разрыва дипломатических отношений Советский Союз, Советский ВВС начали массированные бомбардировки Финляндии. Вот такова цепочка событий, которые были видны, очевидно, невооружены глазом. Теперь начинаем двойную цепочку, такие две ниточки всплетенные, событий, которые снаружи были не видны, многие вообще были неизвестны аж до конца 20-го века. 17-го августа 40-го года, это нам известно, это достаточно понятная вещь, это мемуары Маннергейма, написанным уже, разумеется, после завершения Второй мировой войны. Маннергейм пишет, 17 августа 40-го года я получил от посла Финляндии в Берлине телеграмму, в которой меня просили принять немецкого подполковника Вельтьенса, которому поручен было передать послание от рейхсмаршала Геринга. Вечером 18-го августа Вельтьенс посетил меня дома и передал приветствие Герингам. Сугубо частный визит принимали даже не в рабочем кабинете, а просто дома. Ну, приехал подполковник и передал одному маршалу привет от рейхсмаршалу. Совершенно нормальная вещь. Среди старших офицеров. Кроме привета, кроме привета, Вельтьенс еще по поручению Геринга передал вопрос. Геринг очень интересовался, а что вы нас ничего не просите? У тебя вооружение какое-нибудь надо? Если что надо, вы скажите, мы внимательно выслушаем и постараемся удовлетворить вашу просьбу. Это очень интересно, учитывая, что предыдущие предыдущие сколько, ну, с подписанием пакта Молотова и Бентропа, финны не то, что не получили от немцев гельтовской Германии ни одного патрона, так немцы запретили даже во время Зимней войны транзит вооружения через свою территорию и даже у себя в порту Бергена задержали суда, идущие Финляндию. А тут, оказывается, они ждут, просто ждут, когда у них чего-нибудь попросят. С точки зрения поставки вооружения, а также не в службу, а в дружбу, просьбится, просьбится есть от Рекс-Маршала разрешить транспортировку, проезд, простого говоря, транзит, проезд через территорию Финляндии больных и отпускников из севера Норвегии, Норвегия уже оккупирована немцами, а также разрешить транспортировку через территорию Финляндии одного зенитного дивизиона. Они разные дивизионы, разные пушки, разное количество, где-то от одной до двух дюжин зенитных орудий, плюс персонал, где-то там 200-250 человек. После чего Моноргейм, конечно же, проинформировал об этом о президенте, исполняющем обязанности, тогда был исполняющим обязанности, как-то так задержался подполковник, дождался 20 августа, 20 августа снова пришел к Моноргейму, Моноргейм сказал, что спасибо за привет, мы все эти вещи будем реализовывать. Начались переговоры, 12 сентября было составлено технический график, как кто заезжает, где выгружают, по каким дорогам едут, и, соответственно, 20, я не ошибаюсь, 22, 22 сентября 40-го года вот этот самый зенитный дивизион и поехал. Ну, для начала посмотрим на карту вообще, о чем идет речь, о чем идет речь. Эту карту мы уже видели. после оккупации Норвегии, или даже правильнее сказать, после того, как война между Германией и Британской империей из ситуации странной войны пришла в совершенно горячую войну, еще повторяю, воды Северного моря стали ареной войны, вся там военные действия и на воде, и в воздухе. Снабжение немецкой группировки в Норвегии действительно лучше всего, безопаснее всего было везти через, вот, из Германии в Балтику, в Батнический залив, который является частью Балтики, а дальше туда, на север, самый-самый север Норвегии, там Киркенес есть такой порт, можно или посоху везти через Швецию, или посоху везти через Финляндию, и то, и другое достаточно неудобно. От портов Батнического залива до Киркенеса нету прямой железнодорожной ветки, все это надо грузить, перегружать, ну, ну, можно и так, и эдак. То есть, никакой острой нужды в том, чтобы транспортировать это через Финляндию не было, ну, с другой стороны, может быть, там, судя по считанию карты, оно как-то даже будет и удобнее. А тем не менее, все участники этой милой беседы, и в том числе Милогейм, и президент Рюти, прекрасно понимали, о чем идет речь. О чем идет речь? Речь идет о, по-современному это называется месседж, послание, а по-тогдашнему это называлось провокация, причем провокация крупномасштабная. Всем было понятно, что немцы предлагают финнам подергать тигра за усы, обещая в качестве вознаграждения за это странное занятие продать ружье. Вот в чем все дело. Транспортиров неважно, сколько 200 человек, 250 человек или 2 человека. Появление хотя бы одного человека в немецкой военной форме, да еще и с оружием, да еще и с какой-то там зенитной пушкой, несовместимо со статусом нейтрального государства. Спорить с этим не приходится, разве что остается напомнить, что Советский Союз 22 июля 40-го года давил, давил и выдавил из финнов согласие на транзит советских войск и вооружений на полуостров Ханка, на советскую базу Ханка. И там поехало вот это вот. Вот это вот, то, что вы видите перед собой. 305 миллиметров калибра морское орудие с длиной нарезной части ствола 16 метров. Что это за чудовище? Обратите внимание, размер колесиков, как оно выглядит в масштабе в сравнении с обычными нормальными железнодорожными колесами. Вот это чудище, не одно же такое. Вот это вот пушечка, к ней еще 8 платформ, там так называемый погреб орудия, погреб зарядами, снарядами, электростанция, пульт управления и так далее. Вот три таких орудия проехала, да еще одна батарея 180-миллиметровая. Но еще раз повторяю, с точки зрения военно-политической абсолютно неважно, ехало ли вот это чудовище или хамать маленькая 20-миллиметровая зениточка, которую просто здесь вы не заметите, если я вам рядом поместил, и то, и другое, есть выход, выход за рамки того, что допустимо для нейтрального государства. Это была очевидная провокация. Финнам предложили подергать советского от тигра за усы. И финны на это согласились. Согласились. И эта самая транспортировка произошла. Как я уже вам сказал, 22-го сентября немцы выгрузили свой дивизион, и он поехал. 22-го сентября. 18-го, за 4 дня до этого, происходит, опять-таки, никому неизвестное, кому же оно будет известно, если документ был украшен грифом особой важности, совершенно секретно, экземпляр единственный. 18-го сентября с рокового года с такими вот грифами нарком и барон и товарища Тимошенко и начальник генштаба, на тот момент это был товарищ Мерецков, направляют Сталину и Молотову, в шапке так было написано, товарищу Сталину и Молотову, докладную записку номер 102-203, извиняюсь, 103-203, она сохранилась, она лежит в Центральном архив Министерства обороны, фонд 16, опись 29-51, дело 237, листы дела 138-156. А что это такое? Это план, это план войны против Финляндии. Ну, планы лучше всего изучать по карте, а карта перед вами, я ее делал, в интернете я ее такую красивую нашел, но она полностью, я посмотрел соответствую тексту документа, в самом документе на этот раз о судьбе Финляндии были высказаны самые решительные соображения, а именно, кавычки открываются, ударом главных сил Северо-Западного фронта через населенные пункты обозначены, вторгнуться в Центральную Финляндию, разгромить здесь основные силы финской армии и овладеть центральной частью Финляндии. Этот удар сочетать с ударом на Гельсингфорс, то есть на Хельсинке со стороны полуострова Ханконг. Сразу же отмечаю, что ни одного слова по поводу мирного договора там не было. То есть не было даже стыдливой такой оговорочки в первых строках на тот случай, если Финляндия нарушит мирный договор об этом ни слова, и ни одного слова про немцев, Германию, германскую армию, Вермахт, ничего. Никаких ожиданий появления там германских войск планировалось именно, что война против финской армии, задача разгромить основные силы финской армии, овладеть центральной частью Финляндии и занять хельсинки. Теперь более, значит, подробно смотрим уже на саму логику. Логика, она видна на карте, она вся та же самая, что и была. Из Северной Карелии, именно Северной Карелии советская наносится удар в самом узком месте финской территории, выходит в войсках Ботнического залива, то есть перерезают Финляндию, отсекают ее от каких-либо сухопутных связей с Норвегией, окружающим миром. Главное, все, конечно, происходит на юге, на юге, по карте внизу. Здесь формируются четыре армии, эти четыре армии, таким огромным охватывающим ударом, обратите внимание, какие крюки охвата, и должны были окружить и уничтожить главные силы финской армии. Обратите внимание, если посмотреть на масштаб, то это сотни километров, например, с этой армии должна была пройти гигантским крюком более 300 километров через Юэнсу до Тампери. Основные силы, конечно, финской армии должны быть разгромлены в районе Микки или Хейнелла, и дальше на Хельсинки. И, соответственно, с другой стороны встречный удар с арендованного полуострого ханка силами одной или двух стрелковой дивизии на Хельсинки. Что интересно, армия 4, 7-я, 22-я, 23-я, 20-я. 7-я и 23-я были, как вы прекрасно помните, всегда в Ленинградском округе, откуда сберутся еще две армии. 22-я развертывается на базе войск и командования Уральского военного округа, 20-я на базе войск командования Орловского военного округа, ну, а то, что там вот на севере должно наступать в общее направление к Ботническому заливу, а там еще появляется 21-я армия, которая должна бы развернуться на базе нашего Приворского военного округа. А зачем я гружу вас этими появлениями эрудиции? Совершенно не случайно. Дело в том, что 41-й год, потом уже наступит 41-й год, первая половина 41-й года из доступных архивных фондов практически полностью была зачищена. за очень редкими исключениями, и вот в порядке этих редких исключений, если там париться пару лет, можно обнаружить такие забавные вещи, что весной 41-го года проводится совместная полевая поездка командования Ленинградского военного округа, Уральского округа и Орловского. Где Урал? Где Орел? Где Ленинград? С чего бы это вдруг эти три округа, не имеющие никакой связи, а почему-то у них совместные мероприятия? Или еще смешнее, еще смешнее, где Куйбышево, где Мурманск? А почему-то полевая поездка командования 21-й, ну, в смысле, Приворского военного округа туда, вот, к Кольскому Топулостову поближе, да еще под руководством Архангельского военного округа. А это идет отработка, а это идет отработка именно этого плана, именно этого плана, и мы прекрасно, мы-то теперь, имея этот план, при глазах понимаем, что они делали. Это не Уральский и Орловский округа, это командование будущей, будущей 22-й, 20-й армии, выехали на место, где ленинградские товарищи показывают, как это место выглядит, ну, и, соответственно, они отрабатывают свои задачи. А теперь смотрим на циферки, мы же очень любим циферки, и они очень и очень красноритивы. Итак, против крохотной Финляндии, на этот раз собираются собрать, выставить в составе только вот этих основных армий, 38 стрелковых дивизий, 13 артиллерийских полков, тяжелых полков, ну, это примерно понятно, один полк на три армии, три дивизии, извиняюсь, это примерно три дивизии, как правило, один корпус, строгих норм не бывает, но обычно так, и 42 авиационных полка, 42 авиационных полка, тогда советский авиационный полк 62-64 самолета, которые должны поддерживать 38 стрелковых дивизий, что бросается в глаза удивительно малое количество танковых войск, удивительно мало, на 38 стрелковых дивизий всего-то три танковые, причем не дивизии, а три танковые бригады, если вы думаете, что такими силами собирались вторгнуться, как там сказано, вторгнуться, разгромить, овладеть, нет, это, конечно, мало, это, конечно, мало, поэтому, поэтому на Карельском перешейке еще четыре стрелковые дивизии, в составе резерва уже главного команды, плюс танковый корпус, так он назван в тексте, но в дальнейшем это называлось механизированный корпус, в районе Выборга, две танковые, одна мотостолковая дивизия, а кроме этого, кроме этого, еще 36 авиаполков, я не оговорился, еще 36 авиаполков, таким образом, всего войне, будущей войне против Финляндии, должно быть развернуто 46 стрелковых дивизий и 78 авиаполков, разумеется, и этого мало, и дальше в документе написано, кавычки открываются, в резерве главного командования, имея в районе Тихвин, Волхов, Строй, Чудово, две стрелковые дивизии, а также подготовить и иметь в резерве главного командования в пунктах постоянной дислокации по 7 стрелковых дивизий от западного и киевского военных округов, запятая, а всего 14 стрелковых дивизий, кавычки, закрываются, то есть, то есть, мы уже получаем первую, на мой взгляд, подсказку, а почему в августе ничего не произошло, а потому в августе ничего не произошло, что товарищ Сталин и отобранный им для этого делать товарищи Цимашенко и Меринсков, вынесли, вынесли правильные уроки из зимней войны, и на этот раз решили не начинать относительно малыми силами, а сразу же собрать, ну, без малого третью часть сей Красной Армии с гигантскими силами авиации и нанести сокрушительную удар, не ввязываясь в многомесячную войну. Такие вещи требуют подготовки, в частности, в самом документе сказано, что на 35-й день после начала мобилизации только можно это все дело начинать, и, соответственно, тогда, в августе, так вот, бегом, 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 просто, просто не успевали, просто не успевали такое дело провернуть. Кроме того, я же не случайно обратил ваше внимание и на стрелочки на карте, и на удивительное соотношение стрелковых и танковых частей. Танковых частей очень и очень, ну, по советским понятиям мало, ну, просто ничтожно мало в масштабе советских танковых войск, которые были больше, чем все остальные вместе взятые. Еще раз поглядевши на карту Южной Финляндии и на эти стрелочки, которые, как вы видите, протискиваются через сплошную-сплошную вот это вот голубенькие пятнышки озер, это та самая крупнейшая сайминско-озерной системы, более тысячи озер. На такой местности танкам, конечно же, делать нечего, и я считаю возможно выисказать осторожное предположение о том, что планировалась еще одна зимняя война. Вот это вот странное соотношение, гигантские силы авиации, очень малые силы, танковые, охватывающие удары через сплошное лесисто-болотисто-озерный район, это зима. Летом там просто все увязнет, и всех увязнувших сожрет таежный гнус. Только не забывайте, это Финляндия, это не живописные буковые леса в Карпатах, это уже фактически тайга, там летом гнус сожрет, а вот там всегда сложно воевать, но все-таки зимой, когда оно все схватится, мороз превратит все в твердое покрытие, озера замерзнут, как-то там двигаться станет, там всегда сложно двигаться, но хотя бы более-менее возможно. поэтому в порядке осторожного предположения я считаю, что этот план отображен на этой карте с этими стрелочками это план еще одной зимней войны, а понятно, что в августе месяце зимнюю войну не начинают. 18 сентября 40-го года как впрочем и любого года находится между 16 сентября и 21 сентября. А 16 сентября 40-го года немецкий посол в Москве граф Шуленбург получил указание из Берлина посетить 21-го числа сентября Молотова и проинформировать его о том, что Германия и Финляндия достигли соглашения о экспортировке зенитного дивизиона через территорию Финляндии. 22-го она должна была эта экспортировка фактически начаться. То есть, как добы порядочный союзник Германия собиралась проинформировать Москву о том, что вот так вот у нас дело будет. 21-го Шуленбург действительно посетил Молотова. стенограмма, не то, что стенограмма, есть запись разговора, она рассекреченная, а ни слова про это не произнеслось. трудно сказать почему, но судя по содержанию беседы, возможно, старый дедушка просто растерялся и забыл, потому что вся встреча 21-го сентября 40-го года состоялась из того, что Молотов предъявлял претензии, ну, ни много, ни мало, он вручил Шуленбургу памятную записку относительно несоблюдения германским правительством статьи 3 договор о ненападении. Серьезно? На бумаге записано предъявание соблюдения договора о ненападении. Что это такое? Да, это опять та самая Буковина. И опять начался разговор о том, что почему вы дали гарантии безопасности территориальной целостности остатка Румынии, когда мы еще не забрали Южную Буковину, которую мы тоже хотим забрать. Да вы же уже сказали, что нам нужна только Северная. Да вы меня ничего не поняли, говорит Молотов. Мы сказали, что мы сейчас берем только Северную. Шуленбург говорит, что он очень сожалеет, что между Советским Союзом и Германским правительством возникли разногласия. Он сделает все, чтобы внести ясность в этот вопрос. Цитирую запись беседы. Товарищ Молотов заявляет, что если для Германии статья 3 договора ненападения представляет неудобство, то советское правительство готово обсудить вопрос об изменении или отмене данной статьи договора, но пока она существует, должна выполняться. Шуленбург поспешно говорит о том, что это несчастный случай, что об этом не может быть речи о каком-либо расторжении или изменении договора ненападения, тем более по такому поводу, добавляю я от себя. В результате у меня такое ощущение, что дедушка просто забыл проинформировать Москву об этом, может быть, это был какой-то более дьявольский умысел со стороны Берлина, он получил указание. В результате о том, что заключено соглашение с Финляндией о сквозной транспортировке этого злосчастного зенитного дивизиона, Молотов узнал только 26 сентября, узнал его не от Шуленбурга, он был в Берлине, это не был отзыв посла, просто по техническим причинам он был в Берлине, встречался Молотов с поверенным в делах Куртом Типельскирху, да, тот самый Курт Типельскирх, автор известнейшей истории Второй мировой войны, а он был в одно время военным атташе в Москве, генерал Типельскирх, так вот, Типельскирх 26 сентября имел поручение поинформировать Молотова о чем-то неизмеримо более важном, неизмеримо более важном, чем транспортировка зенитного дивизиона, а именно о том, что 27 сентября 40-го года, то есть на следующий день после визита, будет подписан тройственный пакт, та самая ось Рим-Берлин-Токио, полноценное соглашение трех агрессивных государств, о чем то, учитывая, что географически Берлин-Рим-Токио, нарисуйте обображение это треугольник, а Советский Союз внутри этого треугольника, то, конечно, у Молотова, ну, у Сталина с их-то параноидальной подозрительностью возникали самые плохие ощущения от подобных вещей, и тут еще, тут еще, в контексте вот этого тройственного пакта, еще нам и рассказывают про то, что происходит транспортировка транзит немецких войск через территорию Финляндии, и в результате в стенограмме читаем, товарищ Молотов сказал, Типельскирху сказал, товарищ Молотов сказал, что, видимо, с Финляндии также заключен какой-то договор, и советское правительство хочет получить информацию об этом договоре, о его целях, а также полный текст его и дополнительные секретные статьи, если таковые имеются, после чего Типельскирх долго пытался объяснить, что нету ни договора, ни статьи, а есть техническое соглашение от транспортировки зенитного дивизиона, который проедет и больше нигде не остановится, но, конечно, Молотов на этом успокоиться не мог, то легкое взаимное речание, которое раздалось между двумя высокими договоривающими паханами летом с рокового года, осенью стало уже превращаться в вполне отчетливое речание, там еще нарисовалась еще одна тема, еще одна тема, связанная с аннексией трех государств Прибалтики, Эстонии, Латвии, Литвы. Дело в том, что там спокон веку жили этнические немцы, те самые остзейские, остзейские немцы, которые, прямо скажем, сыграли немалую роль в формировании государства российского, они там себе жили и жили, а кроме того, уже в 20-30-е годы, когда уже сформировались независимые Эстония, Латвия, Литва, немецкие промышленники имели всякий совместный бизнес с пробалтийскими государствами, то есть там были и этнические немцы, и немцы граждане Германии, граждане Риха, соответственно, возник вопрос, а что же будет с их имуществом, поскольку в Эстонии, Латвии, Литве происходили глубокие революционные преобразования, страны эти становились на социалистический путь развития, это значит, что всю частную собственность надо отобрать, а что же делать с немцами, возник вопрос, летом, летом, когда происходила аннексия, Молотов заверил Шелленбурга, что, конечно, речи быть не может мы с вами, друзья, но о чем мы говорим, конечно, для немецких для подданных рейха и для этнических немцев будут сделаны исключения из общего советского правила раскулачить всех. Наступила осень, и в октябре месяца Молотов стал объяснять, Шелленбург, опять же, у нас есть протоколы, стал объяснять, что вы опять ничего не поняли, я же не сказал вам, что мы им все оставим, я сказал, что мы сделаем исключение, и мы действительно приняли решение сделать исключение, цитаты, кавычки открываются, стенограмма встречи Молотова с послом Шелленбургом. В связи с этим товарищ Молотов делает следующее предложение об оплате в течение одного года компенсации за имущество лиц немецкой национальности, национализированное имущество, имеется в виду, в размере 15%, а германских подданных 25%, то есть 25% стоимости того, что мы разобрали, вернем, ну, это исключение всех правил. Если же вы согласны ждать 6 лет, тогда мы вам вернем 35%, а если вы совсем сошли с ума и готовы ждать 10 лет, то тогда Советский Союз готов компенсировать 40%, после чего товарищ Молотов снова подчеркивает, что в один год невозможно компенсировать такую большую сумму, и что в истории нет подобного прецедента. Оцените эту замечательную логику, национализировать, то есть отобрать чужое имущество, раскулачить, конфисковать имущество без труда, следствия и обвинения можно в один день, а вернуть такую сумму даже за 10 лет невозможно, только 40% можно вернуть. А вот так они между собой общались, так уже советское правительство дергало тигра за усы, демонстрируя абсолютное непонимание, абсолютное непонимание того, что времена изменились, что осень 40-го, это совершенно не осень 39-го, что те времена, когда в августе, сентябре 39-го года, Сталин, коллективный Сталин мог диктовать Гитлеру условия, а Гитлеру ничего другого не оставалось, как соглашаться на все, вплоть до проливов, как напомнил Гитлеру Риббентроп, то после установления военного контроля над всем континентом, разгромом французской армии, бельгийской, голландской, эвакуации, скажем, вежливо эвакуации британского экспедиционного корпуса из Дюнкерка, конечно же, у Гитлера были уже другие представления о том, кто кому что должен, кроме того, Германия, захватив Францию, получила, можно сказать, назад, в общем, под свой контроль поставила крупнейшие на континенте лучшие, на Западной Европе, правильнее сказать, крупнейшие лучшие железорудные источники, плюс оккупация Норвегии и обеспеченный транспортный коридор к шведской, к шведской железной руде, плюс установленный уже контроль над Румынией, соответственно, 5 миллионов нефти в год, это уже совсем другая ситуация, и не нужны были на этот момент гитро, дорогостоящие милости Сталина. К сожалению, Молотов этого не понимал, сам товарищ Сталин, похоже, тоже не очень понимал, а в результате для того, чтобы все понять, во всем разобраться, они решили съездить в Берлин, и тут-то мы подходим к ключевому событию осени 40-го года, да и вообще всего начального периода Второй мировой войны, это к визиту товарища Молотова в Берлин, к его встрече с товарищем Гитлером, к его имели место 13-го и 14-го ноября 40-го года. Еще раз повторю эту полюбившуюся мне мысль, если август 39-го это звездный час Сталина, это его триумф, то ноябрь 40-го года это просто позор, это позорный провал. Они, Сталин, Волотов, коллективный Сталин, совершенно не поняли, что развитие войны подошло к некому порогу, к некой развилке, после которой надо было принимать большие решения. Надо было принять большое-большое решение, с кем и против кого Советский Союз намерен завершать эту войну. с кем или против кого. Или надо было приехать в Берлин и заключить серьезное соглашение о полноценном военном союзе совместными усилиями разгромить, ну, по состоянию на ноябрь, лучше сказать, добить, добить британские острова, разгромить Британскую империю и на основании этого взять свою долю в гигантском британском наследстве. Еще раз напоминаю, 40 миллионов продатных километров, не считая водных естественных пространств, была территория Британской империи на тот момент, это почти в два раза больше, чем территория очень немаленького Советского Союза, Советского Союза, а не сегодняшнюю Россию. Это один вариант. Или сделать разворот на 180 градусов, прилететь в Лондон, но в Лондоне бомбят неудобно, а лучше было бы пригласить Черчилля в Москву, а еще лучше в Ялту, в Ялте осенью прекрасно бархатный сезон, и провести Ялтинскую конференцию, только не в феврале 1945 года, как она произошла в реальной истории, а провести Ялтинскую конференцию где-нибудь в октябре-ноябре 1940 года и договориться с англичанами о том, как Советский Союз с одной страны, с востока от Британской империи, а с запада при экономической промышленной поддержке Соединенных Штатов раздавят тысячелетний рейх, как гнилой орех. Это тоже было возможно, так как и записано было во всех уставах, на чужой земле малой кровью могучим ударом. Ни того, ни другого коллективный Сталин оказался не способен ни понять, ни тем более реализовать. В результате вместо великих решений, которые надо было принимать осенью сорокового года, Сталин отправил Молотова в Берлин с кучей мелочных претензий, обид, париноидальных подозрений, нелепых предъяв, совершенно хамских выпадов, которые произвучали, и, самое главное, новых и ничем не обоснованных требований. Но если вы хотели что-то еще, то в ответ на что? В ответ на что? Нет, просто так. Просто так существует, представьте себе, долежал невероятно рукописный, Молотовым прямо написанный конспектик, указания по поводу ведения переговоров в Берлине, очевидно, надиктованных ему товарищем Сталином. Там, в частности, обозначено, что главным вопросом переговоров, буквально так и сказано, это Болгария. Цитирую, просто цитирую. О Болгарии. Главный вопрос переговоров должна быть по договоренности с Германией и Италией отнесена к сфере интересов СССР на той же основе гарантии Болгарии со стороны СССР, как это сделано Германия в отношении Румынии с вводом советских войск в Болгарию. И еще отдайте нам Дельту Дуная. Дуная впадает в Черное море. А еще мы хотим на военно-морскую базу в проливах Босфория Драгонеллы. А еще мы хотим двигаться к Персидскому заливу. А в ответ мы вам вообще ничего не хотим. В лучшем случае не будем вам мешать. Ну, такая позиция для переговоров, как вы понимаете, заранее обрекала их на провал. В результате 13 ноября они встретились. Да, Молты встретили. Видите, в Берлине просто по высшему разряду оркестры играли гимны. Соответственно, над Берлинским вокзалом звучал интернационал «Вставай, поклятый, заклеменный». Все как положено. Потом начались переговоры. Переговоры были очень интересные. Гитлер очень долгим, долгим монологом рассказал, что мы воевали целый год, мы достигли больших успехов, мы разгромили наших общих врагов. В результате это вы, дорогие московские товарищи, смогли прихапать это, это, это и вот это. Мы намерены воевать дальше, мы намерены добить Британскую империю, она уже почти на издыхании. Мы не просим от вас участия в войне, все, что мы просим, не мешайте нам, не мешайте нам добить Англию, не отвлекайте нас мелкими конфликтами по периферии, а когда мы разгромим Британскую империю, мы возьмем вас в долю, ибо, как сказал товарищ Гитлер, мы уже захватили столько, что нам надо сто лет для того, чтобы в хозяйственном отношении освоить эти территории, а уж когда посыпется вся Британская империя, то мы просто не сможем столько проглотить и соответственно с удовольствием возьмем вас в долю. В ответ на это, как написано во всех советских учебниках, это совершенно истинная правда. Товарищ Молдов говорил, что мы не хотим обсуждать вопросы раздела Британской империи, нам надо еще подобрать что-то вот тут рядышком и рядышком. Ну, например, это бесконечный разговор длился два с половиной часа с учетом переговоров, с постоянным повтором одних и тех же взаимных упреков и претензий, но в частности, в частности, кавычки открываются. Товарищ Молотов говорит, что касается Буковины, то хотя это и не было предусмотрено дополнительным протоколом, СССР сделал уступку Германии и временно отказался от Южной Буковины, ограничившись только Северной Буковиной, но сделал при этом оговорку, что СССР надеется, что в свое время Германию число заинтересованных Советского Союза и в Южной Буковине. СССР до сих пор не получило от Германии отрицательного ответа на высказанное пожелание, но Германия вместо такого ответа гарантировала всю территорию Румынии, забыв об указанной нами заинтересованности. Фюрер ответил, что если только часть Буковины останется за Россией, то и это будет значительной уступкой со стороны Германии. В соответствии с устными соглашениями бывшая австрийская территория должна войти в германскую сферу влияния. Кроме того, территории, входящие в русскую зону, были названы поименно, например, Бессарабия. Относительно Буковины в соглашении, имеется в виду дополнительный протокол августа 1939 года, относительно Буковины в соглашении не было сказано ни единого слова. Для того, чтобы германо-русское сотрудничество принесло в будущем положительные результаты, советское правительство должно понять, что Германия не на жизнь, а на смерть вовлечена в борьбу, которая при всех обстоятельствах должна быть доведена до успешного конца. Вот так они пообщались, так они пообщались, с нарастающим раздражением с двух сторон. Вечером, первого дня переговоров, Молотов отбил шифрограмму, естественно, Сталину в Москву. Наше предварительное обсуждение в Москве, наше с Молотова со Сталином, правильно осветило вопросы, с которыми я здесь столкнулся. Пока я стараюсь получить информацию и прощупать партнеров. А в Финляндии они пока отмалчиваются, но я заставлю их об этом заговорить. И заставил, и заставил, и так это все у него отлично получилось, что просто заставил. В результате поздно-поздно-поздно вечером следующего дня в Москву шла следующая телефонограмма Сталину. Сегодня 13 ноября состоялась беседа с Гитлером 3 с половиной сегодня 13 ноября состоялась беседа с Гитлером 3 с половиной часа. И после обеда сверхпрограммы трехчасовая беседа с Риббентропом. Обе беседы не дали желательных результатов. Главное время с Гитлером ушло на финский вопрос. Извиняюсь, я наговорился. Первый день переговоров был 12-й, второй день 13-й ноября. День 13 ноября, который весь 3 с половиной часа ушло на обсуждение финского вопроса, стенограммы все есть, стенограммы все есть, причем из немецкой стенограммы запись и советская. немецкая стала известна в 48-м году, а советская рассекретилась в конце 90-х годов прошлого века. Так что все это известно, все это можно прочитать. Я уже это, наверное, почти наизусть помню. Происказывать 3 с половиной часа невозможно. Это была такая, знаете, заевшая, вот заевшая пластинка, если кто еще помнит, что такое заевшая пластинка. Молотов, подтверждая свою партийную кличку «Каменная задница», монотонно повторял, вы должны вывести все войска из Финляндии. Фюрер отвечал, что в Финляндии нет никаких наших войск, вы должны вывести все войска из Финляндии, отвечал Молотов, там нету никаких наших войск, отвечал Фюрер, там прошел один-единственный зенитный дивизион, он уже давно находится на месте в Киркенесе. Это наше, это наша сфера влияния, вы не должны были туда лезть, говорит Молотов. Мы с вами союзники, вы не должны нам мешать воевать против англичан, поэтому нам нужен был зенитный дивизион для того, чтобы отбиваться от англичан, которые есть наши общие враги. Вы не должны были лезть на нашу территорию, зону наших интересов, отвечал на это каменная задница. А что же вы в конце концов хотите, спрашивал у него Гитлер, а мы хотим, чтобы эта Финляндия была наша, но она и так уже ваша, что вы еще хотите, что вы хотите, вы там уже почти что делаете, что хотите, нам этого мало. А наконец, прямая цитата, Гитлер интересуется вопросом, имеет ли Советский Союз с намерением вести войну Финляндии? Он считает это существенным вопросом. Молотов отвечает, что если правительство Финляндии откажется от двойственной политики и от настраивания масс против СССР, то все пойдет нормально. Вот так звучал ответ на вопрос «Собирайтесь ли вы начать новую войну Финляндии? Нет, не собираемся. Если правительство Финляндии откажется от двойственной политики, а кто будет определять какая политика двойственная, тройственная, единичная, ну естественно Москва и будет определять. Вот так они побеседовали три с половиной часа, крайне злые расстались, как показала история, навсегда, навсегда. После обеда Риббентроп решил включиться в работу, он по-всякому пытался смерчить ситуацию, опять же после обеда, объяснять, что у нас есть великие общие цели и мелкие шероховатости, мелкие наши несогласия по сугубо частичным периферинным вопросам не должны отвлекать нас от великих задач. Давайте вы вообще просто присоединитесь, станете четвертым участником тройственного пакта, он тогда будет пактом четырех, проектик принес, набросанный на бумажке Риббентроп, Молотов не нашел ничего лучше, как нахамить хозяину и сказать, а почему мы введем эту беседу в бомбоубежище? Беседа происходила в бомбоубежище. Вы же говорите, вы уже разгромили Англию, что-то мы сами в бомбоубежище беседуем, и таким образом нахамив хозяина, он уехал. Очень довольный тем, что он своей каменной задницей показал немцам, где раки зимуют. Так и закончились эти переговоры, а потом наступил день 25 ноября 1940 года. Важнейший день в истории Второй мировой войны. А 25 ноября произошло как минимум два события. Начнем с главного. 25 ноября 1940 года Молотова Черной раз принимал у себя посла Гитлеровской Германии фон Шуленбурга. Они обсуждали другие вопросы, а в конце беседы Молотов вручил Шуленбургу на бумаге написанный, напечатанный текст о предложении Советского Союза, на основании которых Советский Союз был готов присоединиться к Тройственному пакту и стать четвертым элементом, четвертым звеном оси фашистских агрессивных государств Берлин, Рим, Москва, Токио. Этот документ был найден американцами в архивах, захваченных, трофейных архивах германского МИДа после разговора в Германии в 45-м году. Был переведен на английский опубликован в 48-м году в знаменитом сборнике нации Soviet Relations с 48-го, да, лет 50. Лет 50 советская, потом российская историография клеймила позором эту гнусную, просто омерзительную выходку буржуазных фальсификаторов истории, которые написали просто у себя на кухне этот мерзкий текст о том, что Советский Союз Государство победившего пролетариата осуществившегося места человечества готового присоединиться к Тройственному Папту фашистских государств. А потом поступила команда отбоя уже при Ельцине в архиве нашли и нашли архив президента Российской Федерации фонд 3 опись 64 дело 675 лист 108 машинописный текст полностью дословно совпадающий с тем который был найден немцем но как бы он мог не совпадать если это два экземпляя одного и того же документа да еще собственноручной собственноручной пометкой Молотова от руки написано передано господину Шиленбургу мною 25 ноября 40-го года подпись Вячеслав Молотов ну учитывая важность этого дела читаю просто вот со всеми буквами и запятыми кавычки открываются СССР согласен принять в основном проект пакта четырех держав об их политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи изложенной господином Риббентропом в его беседе с Молотовым в Берлине 13 ноября 40-го года при следующих условиях двое точек первое если германские войска будут теперь же выведены из Финляндии представляющей сферу влияния СССР согласно советско-германским соглашениям 39-го года причем СССР обязывается обеспечить мирные отношения с Финляндией а также экономический интерес Германии в Финляндии в скопах вывоз леса никеля пункт 2 если в ближайшие месяцы будет обеспечена безопасность Советского Союза в проливах путем заключения пакта взаимопомощи между СССР и Болгарией запятая находящейся Болгария находится находящейся по своему географическому положению в сфере безопасности черноморских границ СССР о как и организации военной и военно-морской базы СССР в районе Босфора и Дарданел на начало долгосрочной аренды пункт 3 если центром тяжести аспирации вот так и написано центр тяжести аспирации ну стремлений проникновения центром тяжести аспирации СССР будет признан район к югу от Батуми и Баку в общем направлении к Персидскому заливу пункт 4 если Япония откажется от своих концессионных прав по углю нефти на Северном Сахалине при условии справедливой компенсации вот на таких условиях Советский Союз был готов стать четвертым элементом оси Берлин Москва Токер ответа ответа на это Советский Союз никогда не получил если не считать первым ответом первое марта первое марта 41 года когда Болгария подписала договор с Германией присоединилась Болгария присоединилась к Тройственному пакту и на следующий день германские войска вошли в Болгарию а настоящий большой ответ был получен утром 22 июня 41 года в тот же самый день в тот же самый день 25 ноября когда Советский Союз в лице главы правительства министра иностранных дел товарища Молдова сообщил о том что СССР обязывается обеспечить мирные отношения с Финляндией ну правда не вообще обязывается а в случае если его возьмут четвертым в тот же самый день 25 ноября 40-го года была подписана разумеется совершенно секрет на особой важности само собой от директива народного комиссара обороны и генштаба командующего ленинградского военного округа что за директива приказываю приступить к разработке плана оперативного развертывания войск северо-западного фронта дальше идет буквально все то же самое что было в плане войны против Финляндии от 18 сентября стоит только разница что документ от 18 сентября это соображение по плану стратегического развертывания которые были адресованы Молотову и Сталину с просьбой выразить свое мнение а это приказ это уже приказ тут никаких мнений быть не может высшестоящий командир наркома обороны отдает приказ командующему не командующему даже военному совету Ленинградского округа о том что он должен сформировать северо-западный фронт и разработать план следующей операции операции все то же самое все то же самое а что я вам уже показывал те же самые стрелочки можете на них еще раз посмотреть стрелочки те же самые единственное чем отличается директив ну а перед тем что это директив это приказ а не соображение это уже готовый приказ появляются конкретные конкретные сроки на 35-й день операции овладеть Гельсингфорс то есть занять Гельсинки и на 45-й день операции выйти к Ботническому заливу выйти к Ботническому заливу что еще интересно в самой преамбуле на первых строках этой директивы сказано в условиях войны СССР только против Финляндии развертывается северо-западный фронт составе со штабом и так далее и так далее и так далее то есть если 18 сентября просто не было внятно явно сказано что мы воюем против Финляндии безотносительно каким-либо немцам то здесь уже просто вот просто для ясности для пользы и помощи всем будущим историкам прямо так в первых строках и написали в условиях войны СССР только против Финляндии и и наконец третье самое главное чем директива отличается от соображений директива от 25 ноября отличается от соображений от 18 сентября того же 40-го года это то что в директиве появляются уже очень интересные даты кавычки открываются военному совету и штабу ленинградского военного округа надлежит к 15 февраля 41-го года в генеральном штабе Красной Армии разработать вот этот странный для стороннего человека оборот в генеральном штабе Красной Армии разработать означает очень простую вещь даже в штабе ленинградского округа такие документы в сейфе под охраной одна охрана вторая охрана в коридоре охрана у сейфа охрана такой документ лежать не должен поэтому надо приехать в Москву и там там в сугубо охраняемом помещении генерального штаба Красной Армии разработать что А Б В Г А план сосредоточения и развертывания войск фронта Б план прикрытия В план выполнения первой операции Г план действия авиации еще раз повторяю к 15 февраля учитывая что в самом документе говорилось что Северный фронт должен на третий извиняюсь на 40-й день мобилизации начать боевые действия северо-западный на 35-й день мобилизации на север дороги хуже ну добавьте к 15 февраля 30-40 дней выпадаете прямо в конец марта но в конце марта воевать невозможно на этом театре по природо-климатическим условиям так что я уже теряюсь предположения что и когда они собирались начинать однако же не могу не доложить вам что была все-таки указана дата этот план надо было разработать 15 февраля вот собственно говоря все вот собственно все что мы знаем по поводу советских планов советских секретов и советской подготовки подготовки Красной Армии к новому вторжению в Финляндию но у нас же есть еще один участник есть еще немцы а что же во всей этой странной цепочке странных событий конца 40-го начала 41-го года делали немцы а сразу же докладываю главное никакого договора ни политического ни военного ни открытого публичного ни секретного между Финляндией и Германией вплоть до фактического начала второй советской финляндской войны то есть до 25 июня 41-го года никакого договора между Германией и Финляндией не было а почему я так уверенно говорю а потому что его не нашли ну уже сколько 80 лет а искали искали очень хорошо искали очень хорошо и были к тому все предпосылки договора между Германией и Финляндией соответственно что-то должно было остаться если бы он существовал или хотя бы подготовка к нему или проект договора или какие-то стенограммы обсуждения проекта к договору что-то должно было остаться в архиве Министерства иностранной радиологии Германии военными станциями штаба хорной команды что-то должно было остаться в Берлине занятым между прочим советскими войсками и что-то должно было отложиться в Хельсинки в Хельсинки скажу о вам все было очень интересно у нас об этом естественно будет самая последняя серия нашего сериала но коротко напоминаю что в апреле 45-го года главой МВД Финляндии Министерства внутренних дел Финляндии стал коммунист я не оговорился все нормально в апреле 45-го года главой МВД Финляндии становится коммунист зять товарища Кусинина Юрия Лейно вот в руках зятя Кусинина было МВД Финляндии в Финляндии работала так называемая союзная контрольная комиссия союзная это не от слова советский союз это от слова Англии на Великобритании плюс советский союз и работала она там очень здорово вплоть до того что похищали и вывозили в Москву Лефортовскую тюрьму НКВД граждан Финляндии искали очень хорошо и знали зачем искать советский союз очень хотел провести так и провел суд над так называемыми поджигателями войны но для этого суда все-таки желательно было что-то все-таки предъявить все-таки предъявить какой-то документ но ничего не нашли поэтому я считаю что на 80-м году после этого события можно уже наконец-то спокойно ясно сказать что не было не было никакого секретного соглашения никаких секретных протоколов ничего этого не было тем не менее безусловно сотрудничество было и началось оно удивительно поздно для меня для меня даже удивительно я вам рассказываю собственную книжку 25 июня глупости или агрессия книжка эта вышла первый раз в России в 07 по-моему году то есть уже больше 15 лет назад вышла но я же ее не за один день написал поэтому я помню основной конверс событий я не помню точно все даты когда я готовился к сегодняшней нашей беседе я был крайне удивлен что неужели так нет не опечатка 24 мая только 24 мая 41 года уже оставалось месяц и один день до фактического начала второй советско-финляндской войны а только 24 мая 41 года произошла первая встреча первая встреча начальника генштаба финской генерала Хейнрихса который вылетел из Хельсинки в Германию и там соответственно встречался с Йодлем начальником штаба оперативного руководства генерал-полковником Йодлем только 24 мая была первая встреча что интересно вся история какая-то очень странная в тот же самый день 24 мая в тот же самый день 24 мая в Москве началось то знаменитое и по сей день покрыто абсолютным покровом секретности а совещание абсолютно небывалое по масштабу совещание в кабинете Сталина когда собралось военное руководство страны командование западных военных округов что-то они обсуждали что они обсуждали 24 мая мы не знаем по сей день знаем только факт проведения этого совещания на основании журнала посещений кабинета товарища Сталина вот в тот же самый день когда ну надо полагать готовились ну понятно к чему готовились последние штрихи вносили в планы для чего Сталин и собрал непосредственных исполнителей у себя командующих западных округов то есть будущих командующих фронтами что тут ломаться там вот в этот самый день в первый раз начались контакты и переговоры между командованием финской и германской армии Аменергейм в своих мемуарах опишет и мы имеем все основания поверить ему потому что дальнейшие события это подтвердили Аменергейм пишет что Хенрикс еще раз начальник генштаба финской армии прибыл к немцам на переговоры это был не Берлин это был Зальцбург и первым делом он сообщил почтеннейшим господам офицерам что у нас с вами разные политические системы у нас свое у вас своя мы абсолютно не вмешиваемся и не обсуждаем вашу мы надеемся что вы не имеете никаких пожеланий по поводу изменения нашей политической системы ежели это не так то наши переговоры не будут даже начинаться на что Йодель как главный старший по званию генерал-полковник заявил что конечно же у нас есть точные указания фюрера мы не вмешиваемся во внутреннюю политику Финляндии какие у вас порядки такие есть порядки мы обсуждаем только взаимодействие наших армий и именно так оно и происходило все последующие раз два-три года так что есть основания поверить тому что об этом пишет Маннергейм хотя стенограммы нет и нас там не было там они о чем-то поговорили это 24 мая 3 июня в Хельсинки уже в Хельсинки для встречи и переговоров с тем же самым Хейн Рихсом начальником генштаба финской армии прибыло два немецких полковника весьма скромно два полковника один полковник это начальник штаба армии Норвегия то есть немецкие войска в оккупированной Норвегии Бушенхаген и представитель штаба верховного командования вермахта полковник Кинцель не бог есть какие большие звания но совершенно зато понятно что они могли обсуждать понятно что они могли обсуждать ибо обсуждали они 3 июня а 7 июня началось то что отображено на этой карте то есть началось выдвижение 7 июня 41 года двух соединений немецкой армии на территорию на территорию Финляндии и далее к советско-финляндской границе ну что-то прибыло из Норвегии что-то через Ботнический залив порты Ботнического залива и дальше туда в Заполярье и дальше туда в Заполярье вот там где вы видите сало Аллакурти и стрелочка на Кандалакшу а там к утру 22 июня был сосредоточен на 36-й армейский корпус вермахта то есть это бригада моторизованная бригада СС Норд Норд или Север как иногда пишут но это большая она хоть называлась бригадой а по численности там было 20 тысяч человек то есть это даже больше чем дивизия и нормальная 169-я пехотная дивизия вермахта плюс приданные им части то есть ну 2 2 соединения масштаба дивизии сведенные в армейский корпус а вот они уже к утру 22 июня да были на территории Финляндии выдвинулись непосредственно к границе между Финляндией и Советским Союзом а еще севернее еще севернее уже просто у самой северной оконечности всего этого дела горно-стылковый утром 22 июня горно-стылковый корпус генерала Диттля очень известная фигура в вермахте 2-я и 3-я горно-стылковые дивизии пришли на норвежскую границу взяли под свой контроль финское Петсамо и дальше и дальше выдвигались границы Советского Союза с понятным намерением и то и другое там был сосредоточен для нанесения удара на Мурманск к Кандалакшу была такая у немцев северная операция на самом-самом северной фланге начавшейся 22 июня 41 года советско-германской войны понятно захватить Мурманск и Кандалакшу это два северных порта и таким образом отрезать любые возможные подставки со стороны каких-либо западных союзников если такие союзники у Советского Союза обнаружатся по воде вот такая у них была запланирована операция две дивизии 2 и 3 горно-стрелковые должны были захватить Мурманск и так называемый 36-й армейский корпус бригада СС и 169-я пехотная дивизия вермахта должны были занять кандалакшу для этого всего дела была предоставлена и возможно была предоставлена финская территория что с точки зрения юридической безусловно безусловно и безоговорочно должно быть оценено как военный союз и участие Финляндии в этой самой советско-германской войне вот чем оно собственно все и закончились те цепочки цепочки странных событий о которых мы узнали где-то в середине 20-го или в конце 20-го века теперь осталось только собрать все все до кучи мозги как-то вот так вот тоже собрать в кучку и и попытаться подвести некоторые итоги ну на мой взгляд итоги эти должны выглядеть следующим образом первое первое договор мирный договор подписанный в Москве 12 марта 40-го года был для советского союза для Сталина коллективного Сталина временным перемирием именно так на него и смотрели временное вынужденное перемирие временная вынужденная остановка по пути окончательно оккупации и подчинения Финляндиям лишение суверенитета превращения в том или ином виде или просто в республику Советского Союза или в сателлиты и оккупированный протекторат никакого другого смысла не было и никак иначе интерпретировать те события которые начались сразу же после подписания этого договора имею ввиду захват НСО ну и далее все вплоть до вплоть до 25 ноября и замечательные директивы на подготовку планов вторжения в Финляндию это первое второе вне всякого сомнения финны Маннергейм Рюти Таннер прекрасно понимали к чему дело идет они понимали что ситуация становится все более безнадежной и готовы конечно же были готовы хвататься за любую соломинку если только какая-то соломинка будет им посланным соответственно как только появилась возможность заручиться поддержкой в той или иной форме Германии как только выяснилось что Финляндия может быть союзник так они немедленно не перебирая харчами не перебирая харчами не проявляя какой-либо обрезгливости решили этим воспользоваться при всем при том что разумеется социал-демократическая Финляндия если мы говорим про Таннера и если мы говорим про аристократа с его монархическими аристократическими взглядами на жизнь Маннергема конечно же для них гитлевские нацисты были совершенно омерзительны причем я бы даже сказал Маннергем несколько преувеличивал масштабах омерзительности ибо после оккупации Чехии то есть в марте 39 года извиняюсь писал он своей сестре Еве письмо кавычки открываются мы негодовали и возмущались действиями русских но это только детская игра по сравнению с Адольфом начальником его ЧК Гиммлером и его любимыми помощниками они хотят превратить народа Европы в белых негров для службы третьего рейха мы стоим перед концом света ну конечно Гиммлеру до советского НКВД далеко по масштабу тем более если мы говорим по 39 год но никаких иллюзий у них не было тем не менее в той ситуации в которой их загнал загнал своими действиями Сталин и коллективный Сталин у них не было возможности перебирать и выбирать на кого они хотят опираться больше опириться им было не на то это два пункт номер три здесь я думаю стоит еще раз посмотреть на эту замечательную карту на которой показано сосредоточение двух немецких дивизий в одном месте и двух немецких дивизий в другом Финляндия огромная страна поэтому я и так и сяк и так и сяк думаю как же вам нарисовать чтобы Хельсинки попали не помещаются если все вместе тогда вы ничего не увидите там на севере поэтому поверьте мне на слово от самой южной точки от Алла-Курцы-Салла до Хельсинки еще 700 километров то есть все что происходило происходило в создачении немецких войск это дальний безлюдный безлюдный заполярный север Финляндии до обитаемых районов Финляндии сотни километров в частности в частности снабжение всей этой немецкой группировки держалось четыре дивизии заметим но если не говорить про то что могло быть заведено через Норвегию Киркенес там от Кемиярви дорога на север автомобильной железки уже нет есть автомобильная дорога которая петляет среди этой леса Тундры а потом просто через Тундру 530 километров до Киркенеса до Петцина правильнее сказать то есть снабжение всей этой группировки висело на доброй воле финнов которым достаточно было только перерезать эту транспортную магистраль и четыре немецкие дивизии остались бы просто без еды просто без еды там нет местных жителей там Тундра там невозможно ограбить деревню забрать там яйки млека там нету ни яек ни млека там Тундра к чему я клоню я клоню к тому что на протяжении всей войны и уж тем более в эти первые дни и недели на территории Финляндии главной военной вооруженной силы была финляндская армия а вовсе не крохотные крохотные в масштабе начинающиеся советско-германской войны а крохотные силы в размере четырех дивизий которые находились в сотнях километров от обитаемой Южной Финляндии отделенной огромным расстоянием и находящейся среди безлюдной безресурсной тундры то есть не в один момент тем более в первые моменты Меннергейн не передавал немцам контрольный пакет контрольный пакет управления Финляндии всегда находился в Хельсинки в руках финнов и наконец четвертый самый главный самый главный вывод который мы завершаем сегодняшнюю серию будем уже конечно проходить следующий а следующий это 25 июня вне всякого сомнения вне всякого сомнения союз Финляндии Германии Гитлевской Германии состоялся бы и он реально состоялся еще до того как 25 июня советская авиация начала бомбить Финляндию вне всякого сомнения он уже состоялся и он состоялся бы но вот масштаб масштаб этого союза этого сотрудничества на мой взгляд мог бы быть совершенно другим в Финляндии были очень мощные силы политические в парламенте стал демократическим партием который там имел в парламенте большинство профсоюзов которые находились под руководством социал-демократов под их влиянием были категорически против союза а с Гитлеровской Германией по вполне понятным причинам более того чудес не бывает хоть это и 700 километров но но все-таки это 20 век а не 12 век а появление на территории Финляндии аж 4 ну сначала 2 по состоянию на 22 июня потом еще 4 по состоянию на 25 июня немецкая дивизия конечно же стала известна это вызвало большой скандал Таннер был на тот момент министр иностранных дел ему пришлось объясняться пред руководством собственности социал-демократической партии что происходит его объяснение не удовлетворили в результате социал-демократы как парламентское большинство назначили по удивительной иронии судьбы на 25 июня 41 года были назначены слушания в парламенте в ходе которых правительство и министр на странных дел должны были объяснить парламентариям представителям народа что происходит и почему на территории нашей страны тайно тайно никого договора это нет явного а тайно что тут делают войска гитлеровской германии вот так должен был происходить день 25 июня но утречком этого дня на Хельсинки и прочих городах Финляндии посыпались бомбы и заседание парламента пошло совершенно другом совершенно другом ключе о чем мы будем говорить естественно в следующей серии а на сегодня спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...